В Министерстве спорта Омской области состоялось чествование шестикратного победителя чемпионата России по силовому экстриму. Дмитрий Крикориан встретился с чемпионом Евгением Марковым и его тренером Василием Грищенко. Движение силового экстрима, которое на мой взгляд на подъеме во всем мире давно на подъеме. У нас сейчас какую-то структуру начало иметь, реальную проведение соревнований. Евгений Марков единственный в стране спортсмен, кто шесть раз подряд становился самым сильным человеком России. Даже травма, полученная в феврале этого года и реабилитация после операции, не помешали атлету оказаться на высшей ступени пьедестала. В плане упражнения немного веса снизили, больше динамики. В сравнении с прошлыми турнирами, там более большие веса были, пришлось немного поработать на скорость, ну, дало плоды. Иван Поддубный нашего времени – так называет своего воспитанника Василий Грищенко. Феноменальная сила Евгения с первых тренировок поразила наставника, воспитавшего немало чемпионов. «Обычно ко мне приходили ребята, обладая какими-то потенциалами. То есть это либо были мастера спорта по пауэрлифтингу, тяжелоатлетики, вот Манцеров у меня Александр был, Хаил Шевляков он пришел, мастер спорта уже международного класса был. Естественно, мне было проще работать с теми ребятами, у них была база. Вот он пришел, я так посмотрел, ну да, там метр девяносто, вес где-то под 140, руки здоровенные. Я говорю, чем-то я занимался профессионально? Нет. То есть он где-то там немножко походил, борьбой позанимался, никакого разряда, там на бокс, в тренажерку, а вот тут сила как бы у парня была. И где-то, наверное, через 2-3 месяца мы готовились как раз на турнир Арнольд Классик с Михаилом Шевляковым. Он там пробовал переносить коромысло 430 килограммов, у него не получалось. Он делал 2-3 шага, ставил, я там ругался, заставлял его и все. А Женя у меня был как грузчик, то есть он обычно придет, я говорю, Женя, ты молодой? Ну молодые это везде так, не то, что это дедовщина, но это положено в любом зале, то есть он там помог порядок сделать, помог за старшими товарищами убрать блины, все диски. И вот он это коромысло постоянно разбирал, собирал, и дать ему уже это надоело порядком. И он такой, я там ругаюсь, говорю, Миша, надо вот там донести. Он такой подходит, говорит, а можно я это, уберу его, донесу? Я так говорю, да можно, уноси. Ну и разговариваю дальше, смотрю, меня проходит человек с этим коромыслом на плечах, он донес это коромысло, то есть я, соответственно, так осел, говорю, больше никогда такого не делаю без разрешения тренера, то есть феноменальная сила. У нас есть упражнение камня Аплоса, то есть здесь, если это дано тебе, то ты поднимаешься. Если не дано, ну как бы можно работать над этим, но это уйдут долгие годы. Евгений Марков сразу, сразу там ближайшие 2-3 месяца камень 200 кг поднял. За последние 2-3 года, а это около 40 стартов, Евгений ни разу не проиграл. Сейчас абсолютный рекордсмен страны готовится к мировому турниру. Дмитрий Крикорьянц пожелал спортсмену и его тренеру успехов. Во время встречи также обсудили планы на ближайший год. Проведение в Омске в мае 2020 года фестиваля силовых видов спорта «Сила Сибири», а в ноябре финала чемпионата России по силовому экстриму. Еще в планах у Василия Грищенко создание центра силовых видов спорта для всех жителей региона. Субтитры создавал DimaTorzok